Парконы в Белгороде заработали на полную мощность. Питерское изобретение успешно прошло тестовые испытания на городских дорогах. В ГИБДД утвердили маршруты движения. Только за один день, 15 марта, прибор зафиксировал 180 автомобилей, нарушивших правила парковки. В ближайшее время их владельцы по почте получат постановление со штрафами. Дарья Маслова продолжит. Основные маршруты, где будут фиксировать нарушения правил парковки, проходят по Гражданскому проспекту, улицам Преображенской, Попово, Чемичево, Трубецкого и Белгородского полка по проспекту Славы. Проспект Славы указывает. Появляется значок «Остановка здесь запрещена». Далее. И наводим камеру на регистрационный знак транспортного средства. Спутниковая система автоматически определяет местонахождение, оборудованное парконом авто, и считывает все запрещающие знаки на этой улице. Испектору остается лишь нажать кнопку «Пуск». В режиме видео это все снимается и потом обрабатывается на компьютере с помощью специального программного обеспечения. Скорость патрульного автомобиля от 20 до 30 километров в час. В течение пяти минут он проходит по одному и тому же маршруту дважды. Если более пяти минут транспортного средства находился на одном месте, будет составляться административное постановление. Питерским изобретением городское управление ГИБДД обзавелось недавно. В феврале прибор работал в тестовом режиме. Его настраивали под особенности белгородских улиц. Зафиксированные парконом нарушения записываются на флешку. Затем данные обрабатывает специальная компьютерная программа. Автоматически по каждому случаю составляется постановление с электронной подписью. Заказное письмо с уведомлением отправляется прямиком адресату. У нас в городе Белгороде два прибора. Работаем мы с ними пока в центральной части города. Каждый прибор способен выявить в день до 300 нарушений. Но пока мы только начали сегодня первый день, вот с каждого прибора у нас получилось по 100 нарушений. С начала года без помощи парконов к административной ответственности за стоянку в неположенном месте были привлечены около 900 водителей. 300 машин эвакуированы. Проблема парковок одна из самых острых в областном центре. Водителей рады бы парковаться там, где положено, но этих мест на всех не хватает. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны, если будут парковые места, где можно будет нормально парковаться, то как бы за. А если негде будет парковаться, будешь становиться опять же, и опять же будешь нарушать. Вообще-то это большая проблема припарковаться в центре города. Потому что я сама работаю в центре, и, я не знаю, парковочных мест очень мало. Суммы штрафа за стоянку в неположенном месте зависят от степени нарушения. Если машину оставили под запрещающим знаком, штраф полторы тысячи рублей. Припарковаться на месте для инвалидов обойдется автовладельцу от трех до пяти тысяч рублей. Стать в остановочном кармане или на пешеходном переходе будет стоить тысячи рублей. Автолюбителям теперь придется тщательно продумывать свой маршрут, чтобы не нарушить правила парковки и не попасть в объектив паркона. Дарья Маслова, Данил Андреев, Катому Часу, Белгород.